Заместители губернатора работали в Тейковском районе по своим направлениям. Зампред Максим Громов посетил трехэтажный дом в селе Новая Леушина. Он был построен взамен аварийного. Жителей все устраивает, разве что шумоизоляция плохая. В остальном претензий нет. Через дорогу две двухэтажки после капитального ремонта фасада. На каждую было потрачено более 600 тысяч рублей. Отмазка одного из домов, по мнению жителей, отремонтирована недобросовестно. Мы знаем, сколы уже пошли, сколы, как от пирога кусок отваливался, с краю, да. Залили плохо, прошел первый небольшой дождик, и вот эта галька и щебень, они стали уже на поверхности. Мы брали леник и отмели, вот как. Есть замечание у жителей, у старшего по дому, активной жительницы, у нее есть замечание по качеству выполненного ремонта отмостки. Сегодня уже под снегом смотреть бессмысленно. Я поставил отдельно на контроль администрации района выйти с жителем, составить акт, дефектную ведомость для того, чтобы зафиксировать это замечание. И весной по гарантийным обязательствам подрядчик эти замечания устранит. Итоги работы правительства в Тейковском районе подвели на заседание. Высокодотационное муниципальное образование. В наличии, как и во многих районах губернии, безработица, проблемы с ЖКХ и плохие дороги. Здесь есть как локальные проблемы, так и системные. Ну, как пример, я вам скажу, мы сегодня обсуждали, да, дороги, принадлежащие Министерству обороны. Вот, качество их отвратительное, с другой стороны, мы собственные деньги на эти вещи тратить не очень можем. Лучше, чем во многих других районах, в Тейковском обстоит дело с врачебной помощью. Пациентов обслуживают опытные доктора, работают в ПАПе. В деревнях 20 домовых хозяйств обеспечены медицинскими материалами. Наибольшая отдаленность от Тейковской ЦРБ в ФАПах, Елховке, Сокатове, Бушарихе, Москве, но 35-40 километров, учитывая большое время доезда скорой, мы решили первую в области практику межмуниципального взаимодействия, то есть по скорой медицинской помощи. Часть подушевого финансирования Тейковского района передана Гаврилово-Пасадскому, и Петровская подстанция скорой медицинской помощи осуществляет обслуживание Неррского куста, что уменьшило время доезда до 12-15 минут, то есть стало в нормативе. Тейковский район относится к категории сельскохозяйственных. Однако на деле, по многим показателям, дозвание такого не дотягивает. Даже корова здесь дает почти в два раза меньше молока, чем среднестатистическое по региону. В сельском-то хозяйстве, Евгений Геннадьевич, здесь, на мой взгляд, полный застой. Никакого развития нет. Поэтому, пожалуйста, департамент сельского хозяйства, вот подобного типа мне района-то, начинайте их поднимать. Комплексу экономического развития губернатор Павел Коньков поручился оставить отдельный план работы по Тейковскому району. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Тейковский район.